Самое обидное, что с вами может произойти во время морского отпуска, это когда во время купания в море акула вам откусит именно ту руку, на которой находится браслетик All-Inclusive. Ну а самое-самое досадное, это заболеть в Турции в первый день отпуска. Так, доктор, доктор, послушайте, ну, я не... Ленусь, Лен. Юра, Юра, что происходит? Зачем он меня здесь закрыл? Ленусь, подожди секунду, я пытаюсь разобраться. Доктор, подождите, ну что, по-другому вообще никак нельзя или что? Я вам уже объяснил, сегодня при заселении в наш отель у вашей жены была температура. Да. Мы сделали тесть, у нее подозрение на коронавирус, я ее изолировал в этой комнате. Ну, хорошо, подождите, ну, а я? Получается, я могу все как обычно? А, конечно, гуляй, бухай, ешь, пей, отдыхай. Ну, а жена будет закрыта. Так и правильно. Ой, Ленка, Ленка! Спасибо большое, спасибо. Как же ты могла-то так угораздила тебя, елки-палки? Бар до скольки работает? Бар до скольки работает? А, круглосуточно. Ой, 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 ой. Как же так это? Две недели-то здесь сидеть-то, елки-палки. Не надо так долго, две недели не надо. Не надо. Завтра утром будет результат тестя. Если коронавирус подтвердится, вы с женой, чемодан, самолет домой. Это что за фигня получается? Это что у меня теоретически одна ночь осталась или что? Да все, иди отсюда, Гиппократ хренов, давай, иди отсюда быстрее, нет времени тебя слушать, блин, это одна ночь осталась, елки-палки, как же все успеть-то, блин, так Юра, ты куда-то собрался? Ленусь, да я выйду на территорию, посмотрю тут немножко, пивка бокальчика прокину Юр, ну я вообще-то здесь закрыта, мне плохо, ты пойдешь гулять? Ленусь, ну я же ради тебя, я пойду погуляю, мне утром тоже будет плохо, ну что-то я тебя прошу в самом деле, Ленусь Юр, а давай ты ради меня останешься в номере, ну как-то можешь проявить солидарность? Ну и что я тут буду делать? Ложись, как и я, спать Юр, ты спишь? Сплю Точно? 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 Юр, ты чего не спишь? Да я сплю, сплю, Ленок, не мешай мне спать, я серьезно, я еще даю Точно? Точно? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Юра, ты что там, пьёшь? Не-не, Ленос, я не пью, всё нормально, всё хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ею открыть. Ленос, нет тут никакой булавки на столе уже нету. Спи давай, спи. Не даешь меня спокойно вы... Спаться... Здравствуйте, вас приветствует сервис Рюм. Чего желаете? Покушать! Юра, а с кем ты разговариваешь? Извините, свинины у нас нет. Можем предложить вам фрукты? Да неси что-нибудь уже! Перевей! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Юра, что случилось? Ленос, булавка, походу, твоя нашлась. Ай-яй-яй-яй... Субтитры сделал DimaTorzok Юр, ты тут? Ты тут? Юра, что с твоим голосом? Простил в самолете? Сказать, если спросить Что? Кто спросит? Я сплю Не мешай мне Потом начинай Храпеть Ты сейчас с кем разговариваешь? Юр, может ты откроешь меня? Нет Ты больная? Ты можешь меня заразить? Юр, ну Мне тут не спится и вообще Я хочу тебя Да Хотя нет Вдруг я больная Нет Все-таки у тебя странный голос А сейчас? А сейчас как у Туркова этих Ой, такие приставучие Нормальные Ты думаешь? Да Красивый Смугли Я разрешаю тебе с ними секс Что? Да ладно Я хоть час пойду приведу Юр, подожди Уже поздно Меня уже привели Юр, подожди — Юра! — Глянусь, ну что-то приснилось страшное, что-то не чувствуешь, все равно нет. — Момбина! Момбина! — Я хочу, пожалуйста! — О Fernбина! Юра, перевернись на другой бок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ваша жена здоров, тесте отрицательный. Так это что получается, мы можем теперь идти гулять? Она можем, ты не можем. Почему? Ты контактировал с Ахмед, а у Ахмеда мы обнаружили кироновирус и булавка в пятке. Так что ты с Ахмед уходите на изоляцию. Подождите, а я? А ты, все хорошо, гуляй, бухай, ешь, пей, отдыхай. Пойдем, покажи. Студия «Квартал 95». Немного тривиальной статистики. На превращение обезьяны в человека ушло миллионы лет эволюции. Обратный процесс занимает всего неделю. Стоит только жене уехать в командировку. И так, именно такой случай. Юрик, выпьем? Кеша, давай, конечно. Ну ты по полной налил, конечно. Тихо. Жена звонит моя. Да, любимая, любовь моя, любимая, любовь, любимая моя, любовь. Что? Почему сразу пьяный, не сразу? Ой, в смысле, я не пьяный. Да серьезно, ну не веришь, могу дыхнуть тебе. Ну что, чувствуешь запах какой-то? Ну вот и все, что ты начинаешь. Как там ваш отдых? Как долетели? Как прилетели? Подожди. Ты уже вернулась? Так ты ж только вчера уехала. А, это было неделю назад? Прикинь, мы тут уже целую неделю празднуем. В смысле? Что? С кем я разговариваю? Ни с кем, я дома один. А я? А тебя тут нет. Говорю, я дома один, а тебя тут нет. Поэтому приезжай давай быстрее. Жду тебя с Иннокентием. Ой, с нетерпением жду тебя. Что? Конечно, то, что ты просил нас сделать перед отъездом, я все сделал, конечно. Да, давай, люблю, целую. Блин. А что она меня просила? Не пить. Выпить. Это я помню. Давай, конечно. По чуть-чуть, по пи-чуську. Что мы тут выпили-то? Ну. Так, все, Кеша, давай вставай. Собирайся, если жена через час приедет. Я даже не помню, что она меня просила сделать. Блин, она же мне список написала. А куда я его дел? Что, мне кажется, вспомнил? Где он может быть? А-а-а! Вот ты где-то! Ребят, ты что, список выкинул в мусорку, что ли? Да нет, ты тапочек искал. А, я понял. А список он вот, в надежном месте. Сохранил? Молодец, красавчик. Так, читаем. Разморозить холодильник, перемыть посуду, проблесосить квартире, поснимать шторы, развесить белье. Белье мое. Белье мое. Что такое? Они что, мы же целую неделю лежат, эти шторы. Кеша, тащи тазик быстро, сейчас развесим. Давай, быстрее, пожалуйста. Ой, тазик, тазик. Все нормально, я в порядке. Бельишко там, походу, завани... Завани... Заванилялось. Не понял. Ну, завалялось, потом заванялось, короче, заванилялось. Я предлагаю ему перестирать, а потом развесить. Ты знаешь, как запустить стиральную машину? Ну, что там думать? Там должна быть кнопка вкал. Найди вкал. Нашел вкал. Нажми вкал. Не понял. Нажми вкал, в смысле, на вкал жать? Ну да, вкал, жми на вкал. Ну, жму вкал. О, включи вкал. Что-то она не стирает. Юра, ну ты даешь. Нет, просто не знаю. Там же должно быть все написано. Это же умная техника. Так. Угу. А, ну все понятно. Смотри. Что ты делаешь? Ну как что, я тебе говорю, ну это же умная техника. Вот написано. Хлопок. Бил. Вот. Она сама команду распознает. Да что ж ты не стираешь? Кеша, ну ты же внимательно читай. Тут же написано. Хлопок 40, хлопок 60, хлопок 90. Ага. Ты просто определись, сколько ты раз хлопать будешь и все. Все понятно. Поехали. Ну что, какой ты режим выбрал? Что? Какой режим, говорю, выбрал? Блин, ты меня сбил, Юрик. Мы так никогда стирать не начнем. Извини. Ну, выбрал хлопок 40. Будешь малый, потом до хлопа. Мудро. Кто мудро? Не, я говорю, идея хорошая. Хлопай давай, хлопай давай. Окей. Ну что ты стоишь? Ну помогай за его. Я же встану. Извини, давай, конечно, поехали. Поехали. Юрик, ну что ты делаешь? Это же умная техника. Хлопай в такт. Ты голову разорвешь. Давай на 3-4 просто. Давай на 3-4. 3-4. Поехали. Нормально вроде. Ты считаешь? Я думал, ты считаешь. Юра. Слушай. Вот сейчас я вот понимаю, почему у моей ленки постоянно после стирки руки отваливаются. Это же постоянно хлопать столько тяжело. Давай знаешь, что сделаем? Какой-нибудь другой режим выберем. Пожалуйста. Что непонятное с этим. Так, дальше. Режим синтетика. Непонятно. Спорт. Не сегодня. Ручная стирка. О! Ручная стирка, вот это то, что надо. Давай по старинке, вручную, чтобы мы ничего тут не поломали. Так. Тащи давай это, хозяйственное мыло и баклажку воды. Давай. Ван Монкл. Поехали. Мыло. Вот да. Давай, сюда, давай. Дальше. Что дальше? Наливай. Да не водку наливай, Кеша. Воду, говорю, наливай в этом. Ёлки-палки. Сейчас я сам уже сделаю. Слушай, Илья, я вот что думаю. А давай твоей Ленке приятное сделаем? Напишем на блока, Ильич, приезд. Можно. Но она же не ездила. Она была в круизе по Средиземке плавала. Да? Ну так, да, с приплызом. Умно. Кто умно? Да говорю, идея хорошая. Иди, рисуй давай, Кеша. Давай. Рисуй ты. Я пока постираю. Блин. Конечно, вообще неудобная техника. Еще и белье так воняет. Ну сейчас, подожди, я по-другому попробую. О! Это другое дело. Слышишь, Илья? Я теперь понимаю, что твоя жена говорит, что у тебя руки и задница растут. Реально, похоже. Слышишь ты, умник. Рисуй давай. Рисуй. А лучше пойди пропылесосить в квартире. Робот-пылесос в спальне лежит. Возьми его. Ладно, мы будем. Юрик! Что такое? Походу у нас проблема. Какая? Я от робота-пылесоса только голову нашел. Где остальное туловище? У вас тут туловище, Кеша. Какое туловище? Это и есть робот-пылесос. Пылесось давай, пока я стираю. Ага. Давай. Повыдумывай тоже. Кеша, а ну что ты делаешь? Пылесос. Ты дурачок совсем или что? Это же умная техника. Его же включить надо. Во. Ух ты. Видишь? Во. Реально техника умная. Смотри, он от меня свалит хоть. Слушай, я так подумал, а если он такой умный, может он нам белье постирает? Нормально. Давай, конечно, сейчас я ему сделаю. Давай, запрыгивай. Чего он замолчал? Стирает, наверное. Так, смотрим дальше, что там. Что там? Перемыть посуду. У меня вопрос. А где она? В посудомойке. Да? Угу, смотрим. Опа. Ну как мы туда полезем, чтобы перемыть, а? Кеша, спокойно. Никуда не надо лазить. Я видел, как Ленка брала вот эту штучку, кидалась сюда таблетку. Таблетка? Да. Ищем таблетки. Давай. О, есть таблетки. Какие там есть? Поехали, смотрю. Ситрамон. Не, это от головы таблетки. Мы же не голову мыть будем, а посуду. Понял. Посмотри, там какой-то тарелка мон или посудолгин, я не знаю, что-то такое. Не вижу. Так, если бы про фен. Не, это таблетки для фена. Нам для посудомойки надо. Давай. Давай дальше. Нефосипотам. Что? Нефосипотам. Ты что, дурачок? Он не залезет туда, твой нефопотам этот. Посмотри, что-то нужно. Слушай, это точно только таблетки нужно или капсулы тоже пойдут? Какие капсулы? Ну вот, рыбий жир. Кеша, ну ты думаешь, там и так все жирное, но куда еще рыбий жир туда? Нормально что-то найди, господи. Я не обрушу. Ну все. И пузырек чистотела. Чистотела? Ну. Вот его бросай. Точно? Конечно, если он тело чистит, что думаешь, он нам посуду не помоет, что ли? Ну хорошо. Забрасывай. Да подожди, не закрывай. Тут еще грелка есть. О, кидай, тоже заодно воду нагреет. Давай, забрасывай. Все, подожди, не закрывай. Я подумал, этот гаврик, наверное, там постирал уже все. Ну, пускай еще и посуду нам помоет. Правильно? Ну все, братан, договорились. Давай. Давай. Поехали. Это же не стиральная машина. Просто жмукал. Да жмикал, конечно. Так, дальше что у нас? Что там? Бусинка. Твоя жмик. Тихо. Да, любовь моя любимая, любовь моя? Что? Ты уже дома? Я тоже. А где ты дома? На кухне? Сейчас. А где ты конкретно на кухне? Я просто не вижу тебя. Да я тоже на кухне. Ну вот, машу тебе. Видишь, рукой машу? Видишь у меня, нет? Сейчас, подожди, секунду, подожди. Лена! Слышал я тебя только что кричал? Что? А подожди, а как же? Серьезно? Я понял. Ну что, Кеша? С приплыздом. Что случилось? У меня две новости. Хорошая и плохая. С какой ночи? Начали с плохой. Мы, оказывается, всю неделю бухали у тебя в квартире. Да ладно? А хорошая? У тебя теперь тут чистота и порядок. Супер. И я, походу, еще недельку у тебя поживу. Ты ж не понял? Я только за. Давай. Да-да, наливай. Наливаем? Да не воду стиралку, водку наливай. Кеша, ну вы говорите, я неделю уже поживу. Кто ты ж? С каждой свой, никого чужого. Наш портал. Такой вечерний, такой родной. Аркадию очень сильно понравилось отдыхать в Таиланде. Ведь там с путанами можно не только переспать, но и побороться на руках. Но что ни говори, а за год без путешествий люди очень сильно заскучали по отдыху. И свой первый отпуск они проводили как последний. Итак, представьте наши соотечественники в египетском аэропорту после двухнедельного оздоровительного ол-инклюзива. АПЛОДИСМЕНТЫ Юра! А? Юра, ты где, брат? Юра, потерялся, мой брат. О! Юр, я тебя потерял. Да не теряйся ты больше, пожалуйста. Пойдем, Юр. Хорошо. Давай, догоняй. Пошли. Юра, пойдем. Короче, я пойду стойку регистрации найду, а ты пойди посмотри на табло, когда рейс будет. Давай. Вперед. Юра, ты так два года будешь искать рейс. Иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Давай быстрее. Что ты там ждешь? Мы же здесь стоим. Стойку нашел уже. Давай. Давай, давай. Быстрее. Ох ты, телевна. Что такое? Что, тихо? Не паникуй, Юра. Не паникуй. Потерялся. Заблудился. Прямо иди. Иди прямо, Юра. Иди прямо. Выходи отсюда. Молодец. 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 Чемодан забирай свой, Юра. Все. Молодец. Красавчик. Все. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я только одного не поймал. Ты почему, когда мы в Египет летели, вот этот металлоискатель за секунду прошел, а обратно, когда летим, ни в какую. Аааа. Точно. У тебя же тогда еще металлической пластины в башке не было. Это ж надо было пол пирамиды башкой снести. Ты хоть посочувствуешь. Вот другое дело. Все. Пойдем. Вон стойка. Регистрация. А добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В случае, с бутылькой нельзя, вода в самолет нет. Нет, говорю тебе. Или то пивай, или выбрасывай. Вот там столь видишь, выбрасывай бутылька. Такие правила. Давай, иди, выбрасывай. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Юра, Юра, прегради, Юр. Да что ты приделаешь, выкидывай это. Все нормально? Нормально? Значит, пойдем. Пойдем. Нам сейчас главное паспортный контроль. Куда пойдем? Слушай, давай рентгендер, рамка, сканер пройти надо сначала. Надо сканер пройти, Юрбан. Надо, Юрец, надо. Все. Проходим, проходим. Я проходю. Смотри. Оп. Хорошо. Молодец. Следующий давай. Туристи. Понимаю. Молодец, хорошо прошел. Ничего запрещен или нет. Замечательно. Продолжим проверка. Куда летим? В проблемы. Куда? Домой. Домой. Хорошо, домой, пожалуйста, паспорт ваш. Давай. Делается. Сейчас. Вот, пожалуйста. Подождите. Фотография не ваш паспорт, это не вы фотографии. Как это не мы? Это моя фотография. Это я просто еще до оздоровления там. Слушай, нет, я не могу такой паспорт, фотографии вас пустить на самолет. Я тебе говорю, я домой на родину лечу, понимаешь? Мы у вас тут отдыхали в отеле, как вам называют, Хургада, Хилтон, что-то там резорт. Я вас поздравляю, ну что, я на слова верить не могу, фотографии не ваш, паспорт не ваш. Документ там, поверишь, Юрец, доставай документ. Вот, смотри. Оп. На тапке что написано? Хургада, Хилтон, что-то там резорт. На тапке фигню писать, не буду все, Юрец, спрячь документ. Спрячь, спрячь, давай. Тихо, 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 это не у тебя в голове, Юрец. Ты что, это самолет взлетел только. Ты что, давай быстрей, начальник, ты хочешь, чтобы он тут умер у тебя? Вот, что? Нет, нет, это образное выражение. Что ты делаешь? Нету маски у тебя на лице, нету маски. Нету, воздуха просто не хватает. Смотри, нет маски. Вот, видал, нету маски. Все, спокойно. Хорошо. У меня же дома свои постельки. Нормально все? Да? Твой друг, давай паспорт, ты теперь давай. А я маски... Паспорт, нет. Юра, паспорт. В пакетике ты, придурок. Юрец, что такое? Юрец, что такое? Да ну прекрати, ну все понимаем же мы, что паспорта там нет. Дырявый пакет. Зачем ты его носишь все время с собой? Выкини его к чертям. Что, нет, самолет возьмешь с собой, чтобы не укачало. Юр, больше, чем ты сейчас себя укачиваешь, в самолете тебе не укачают. Тихо, спокойно, спокойно. Давай, вспоминай. Где паспорт? Может в кармане? Давай, поищи. В кармане, посмотри в кармане. Паспорт, Юрец, давай. В кармане. Иди паспорт, в кармане. Юрец, паспорт, не забывай. Паспорт, давай, ищем. Где? Что, нету? Нет, тихо, тихо, не паникуй, Юрец. Не паникуй. Стоп, стоп. Сосредоточься. Расслабься. И вспомни, где паспорт. Давай. Давай. Вспоминай. Что ты делишь? Что ты делишь за курить? Нельзя 500 евро штрафа. Нельзя курить-то, Юр. Что происходит? Да не мешать ему. Это первая нормальная вещь, которую он за две недели ест. Ну, я имею в виду полезная, я понял. Юр, выкидывай, нельзя так некрасиво ведешься. Господин, Юрец, слушай. Ты будешь паспорт показывать? Нет? Паспорт где твой? Спокойно. Тихо. Ты сейчас разбудишь слону. Прибегут сюда, Юрец. Спокойно я тебе говорю. Сейчас я что-нибудь придумал. Тихо, тихо. Сейчас все подбегаются. Крокодилы, тараканы, бегемоты, обезьянки. Вот, смотри. О, смотри, египтянин. О, магнит у меня есть. На, тебе магнит мы проходим. Рабочий. Я тебе серьезно говорю. Вот, смотри. Видал? Рабочий магнит. Слушай, ты мне хочешь взятка дать, что ли? Какая взятка, причем? Ты дотошный такой. Взятка сразу. Давай быстрее, я тебе говорю. Мало того, что ваш друг пьяный. Слушай, у него нет паспорта. Вы мне взятка даете. Что происходит? Что ты делаешь? Эй, Юрец, да. О, нельзя. Ты что, ты правила соблюдай. Правила. Я говорю, ты звонить, значит, на вырвание будет. Все. О, Юрец. Э, тихо. Давай, Юрец. Что происходит? Я думаю, что тут не в маске дело. Юрец, подержись до автобуса, на котором до самолета поехали. Один, Юрец, можно вас на минуточку? Иди, он зовет. Вы давайте вот здесь распишитесь. Мы сверим с базой данных ваш почерк, как паспорт и бильд. Давай, распишись. Что-то у тебя крестик не сильно получился, Юрец. Так, хорошо, давай начнем сначала. Установим ваши личности. Кто из вас? Евгений Юрьевич Чученко. О, Чученко, я Чученко. Назовите свой год рождения. Сейчас. Я прям тебе взял, тут при всех назвал пин-код от своей карты. Хорошо, да-да, предъявите ваш багаж. Ты серьезно? Чемодан показывай. Ты дотошный египтянин. Я его еле застегну, этот чемодан. Давай, давай. Даю, даю. Сейчас я тебе все покажу. Сейчас я еле застегну. Он говорит, багаж давай показывай. Кошмар, Стюб. Вот кофта там, Стюб. Хорошо, молодец, слушай. Давай, гражданин Юрец, теперь ты показывай богач. Показывай, Юрец. А что, наше родное египетское искусство, это произведение? Слушай, тут должен быть чек на это произведение. Есть чек у тебя? Если нет чек, это другой вопрос. Мы тогда заполняем специальную форму, передаем ее дальше, после чего сравниваем ваша покупка в базе данных. И только уже так... Есть, ты что, придурок. Вот чек, стою, держу, в кармане. Да зачем ты ее собираешься, дебил? Мы тебе сейчас дьютифри новую купим. А, слушай, я извиняюсь немножко, у нас сейчас дьютифри не работает. Тихо, стоять! Не смейте, Юрец, я тебе скажу... Не смейте, я тебе скажу... Дыши! Запускай сердце, я тебе сказал. Запускай, не смей! Слушай, слушай, что так волнуешься? Через 10 минут откроют. Перерыв у них просто нормальный. Что ты такие слова говоришь, что сильно примем? Видите, нормально все, врач не нужен? Не нужен врач, нет. Замечательно, тогда продолжим. Показывай, что у тебя в багаже. Показывай, Юрец, что у тебя в багаже. Давай. Шановне Юрій Ткач та Євген Кошовий. На рейс 737 с получением Хургада-Київ закінчилася реестрация. Будь ласка, займіть свои места в кабине пилотов. Пассажиры чекарят на вас? Давай, Юрец, надо собраться. Ты, в конце концов, первый пилот. Вот наши документы, египтянин. Счастливый полет, друзья. Тайбис, как ты сказали. Это наш квартал. Твой мой, здесь каждый свой, никого чужого. Наш квартал. Такой вечерний, такой родной. Радует снова. Здесь всегда зажигает наш вечерний план. Константинович, батя, вы здесь? Затёк, ты где? Я здесь, батя. Блокрешуйся. А что это вчера было? Я не знаю, но мне так плохо было, только когда я первый раз ТикТок-Верещук увидел. Давай вспоминай. Что вспоминай? Я ничего не помню. У меня такое только тогда, когда я спирт с пивом мешаю. Так. А спирт с пивом я мешаю только тогда, когда абсент пью. Так. А абсент я пью только в двух случаях. Либо на свадьбе, либо на похоронах в конце пьянки. У вас вон помада. Это точно были линии похороны? Ты ещё молодой. Вот будешь ходить по похоронам, поймёшь, что там всякое бывает. Это интересно. Вот вообще ничего не помню. А! Не, помню, как меня акушер по заднице шлёпает. Ничего себе, у тебя память обнулилась. Уже прям 30 лет вылетело. Не, он меня шлёпает по заднице и говорит, мужчина, выйдите, нельзя на чужие роды смотреть. Ой, короче, что-то у меня совсем эта картинка пьянки не складывается. Включи телек. Посмотрим, что там по новостям, что произошло зато. Ты что, зеркало включил? Какое зеркало, Константинович? Это... Это телевизор. Это... Так, поклацай. Та я классы. Та шо такое? Нас на всех каналах показывают. О, нормальный канал. Хоть шутані про нас, правда? В эфире «Сніданок» с 1 плюс 1. И с вами Руслан Сенечкин. Та Людмила Барбір. Доброго ранку. А він нарешті дійсно добре, бо закінчилися ці пекельні вихідні. Звісно, що в 2020 році щонай день, то просто ***. Але це вихідні ***. Перевершили ці сподівання. Все, что происходит. По-моему, Верховная Рада разрешила материться. Всі обговорюють взяття Євгена та його тестя Юрія Костянтиновича, п'яні дії яких призвели до перемоги Пальчевського на виборах в США, повстання тік-токерів в Північній Кореї, весілля Дорофеєвої і Чапкіса та легалізацію ликослів'я. Ти шо, ты понял? Я понял, тільки що походу воска прям совсем очень паленая была. Отже, все почалося у п'ятницю, коли Євген на підпитку почав дзвонити президенту та вимагати від нього зняття заборони на продаж алкоголю після 23-ї години. Ні, Женя, я не згоден. Я не згоден. А откуда у тебе номер президента? Откуда, откуда, от верблюда? Нагадую, зловмисники отримали номер президента як вимогу за звільнення захопленого ними в зоопарку верблюда. Не отримавши бажаного, молодики вирішили особисто показати своє невдоволення пану Зеленському. Вийде, вийде отримавши. Вийде отримавши. Господи, який терпеливий чоловік. І сталося від молодиків і київській владі, яка і ввела заборону на продаж алкоголю. Не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляцій. Предвіряйте, будь ласка, свої конкретні здобутки та програми. Бо ми в мене вже питали піска сенсаційність публікації в ЗМІ. Господи, як же стидно, Константинівич, який позор! Головне, президенту тебе не стидно показувати, а меру стидно. Та ні, я просто вспомнил, що мер в відповідь почав то же саме показувати. Далі вони вирушили в найближчий магазин без заборони на продаж алкоголю, який виявився в місті Гомель, Республіки Білорусь. Нафіга ми в Білорусі-то поперлись? Ну там різниця во времені, ми просто, щоб успіти, бухло купити. Константинович, у нас з Білорусією і немає різниці во времені. Ну як це нема? Коли у нас вже 23.00, у них ще 94-й рік. П'яні чоловіки були затримані і відправлені в Мінськ на виховну бесіду. Я від не контролюю вас, з кем ви випиваєте, з кем ви в баню ходите, з кем ви розмовляєте. Але що стосується п'янки, ви повинні знати свою меру. Ви повинні знати з кем, де і скільки. Після бесіди молодики були депортовані під збройним супроводом назад до Києва, до проспекту Перемоги. Ось якому таксисту я п'ять звездочек поставив. І до новин спорту. О, хоч що-то не про нас. Тест Юрій Костянтинович зірвав матч Україна-Франція. І на сьогодні все. З вами були Людмила Барбір та Руслан Сенічкін. До зустрічі в «Сніданку» з 1 до 1. Сьогодні, Костянтин, що тепер з нами буде після всього цього? Ну, судя по тому, що ми з тобою натворили, по нам тепер партия «Слуга народа» плачет. Или тюрма. Господи, хоч би тюрма. В Львовській області жителі села кланялись асфальтову кладчику, який постелив дорогу вперві за 30 років. Давайте посмотрим. Це событие вже ознаменовували як «Вторе пришествие». Ведь перве пришествие асфальтову кладчика було ще в 20 векі. Саме інтересне в цьому проїжстві то, що каток і далі продовжував творити чудеса і добрався до села, в якому до його приїзду було всього-ліше одно значення слова «каток» і то зимой. І так, Кіровоградщина, село Нижні Ярці. Люди вперше побачили дорогу. Я, як голова села, вас зібрав тут не просто так. Вері, для вас дуже хороша новина, так що, танцюйте. Я щас серйозно кажу, давайте, танцюйте, давайте. А чого танцювати? А чого ж не танцювати, а? Гляньте, дорога! Ти диви, як рівно корова наклала, а? В смесі, яка корова? Це асфальт. Матір Божа! Асфальт! А ви кажете, Бога – ні! А хто ж таку красу зробив? І дрітка лихать в рот мені ноги! Боже, батюшка, що ви таке кажете? Ви ж священник! То не я, то Бог через мене говорить. Баня голова! Так! А можна попробувати? Можна! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих! Походить, потім поміняється, а там рішим! Ти диви, на совість робили, диви! Главне, ні одного гвоздя не мав! Месь, якого гвоздя? Ну, а як вона до землі кріпиться? Шкода! Мій дід Петро не дожив. Серце не витримало, що коли каток побачив. Тільки усе трішечки лячно, что по этой дороге до нас может коронавирус приехать. Блин, что же я так и делаю? Это же, наконец, можно будет покататься на новых роликах, которые мне батько на 7 лет подарил. Раз, держи. Баб Гала, что вы делаете? А что такое? Я все на это еще таким прикрываю. Чтобы пилю не припало. Это хорошо. Пане Голова, а это что, хата ваша новая? Нет. Это остановка. Слушайте, а если с верху хрестик, это же вот такая капля. Красота. Да, красота. Только знаете что? Надо будет эту остановку на ночь домой забирать, чтобы ее не свиснули. Пане Голова, а в конце дороги что, дача ваша? Нет. Еще одна дорога. А в конце еще одной дороги что, дача ваша? Еще одна дорога. А в конце еще одной дороги знаешь что? Что? ЕС. Теперь мы будем, как во Франции. Тротуар. 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 Бурдю. Резервуар. Слушайте, пана Голова, а я взагалі не розумію. Навіщо ви цю дорогу зробили? Мессендж. От навіщо? Як я, коли пьяный тепер від кума повертаюсь, свою хату знайду, а? Резервуар. Резервуар. Яма, яма, кочка впав, перекатився направо, повзеш левіше, трошечки стовп, встал, піднявся, пішов, яма, кочка впав, біля собаки, повзеш, повзеш, хата. А тепер де я? В ЄС вашему прокинешь, чи шо? Так, а ну давайте повертати як воволь. Шо? Німці! Німці! Нас Німці захватили! Німці! Захватили нас! Дядь Коля, ви шо? Які Німці? Це дорога! Так нам останній раз в селі дорогу ще Німці робили! Та це не вони! А хто? Камуняки! Захватили! Люди, змираємося! Пан Голова, а це шо таке оце? Оце блимає, це шо це? О, світлофор. Світлофор? Оце і ваш, як його того, цей, Тесла, все ж таки, голова, таке чудо зробив. Світлофор. А для чого він взагалі, а? Зараз розкажу. А, давай. Значить, запам'ятовуйте всі. Ага. Значить, червоний, стій. Стою. Жовтий, годуйся. До чого? Зараз поймеш. Ага. Зелений, йде. Куди? Вперед! Шо, можна? Прямо по дорозі! Так! Що. О, йдеця? То йдеця? Жовтий, годуйся. До чого годуйся? До Камаза, йде Камаз. Як, який Камаз? Червоний, біжи! Повертайся! 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 Ага. Все, мне нужно резервуару. Тихо, 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 тихо. Что это я? Здравствуйте. Мы от всех жителей села очень благодарны вам за эту шикарную, красивую дорогу, пан Зеленский. Мовчите. А чого? Тому що теж в шоке, теж нема слів від побаченого. Я дивлюся, ви вже збираєтеся йти, так? Чого він не уходить? Чого не уходить? Тому що теж боїться наступати на таку красиву дорогу. Добрий вечір! Зірка на місці! Ти дивися, якась фантастика сьогодні цілий день. Спочатку дорога, потім президент, тепер вообще леший з лісу вийшов. Тю! Ти шо, як ліс? Це ж дідзо! Це ж дідзо! О! Зірка приїхала для того, щоб відкривати нашу дорогу. Ну шо, розпочинаємо церемонію відкриття. Ленточку давайте, быстріше, скоріше. Таке тут вчора стригли мене. Чуть-чуть сюди відійди, давайте. Беріть, будь ласочка. Бачка! Можете заспівати щось таке торжественне? Можна? Да. Радуйся, ой радуйся земле, асфальт положився! І раз, два, тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Раз-два різати бін зібрався. У нас, между прочим, оця ленточка на ці мероприятия. Скатуй, быстрее, бін щас різати збирався. Ну шо? Тепер надо праздновать, правильно? Шо, сразу же треба праздновать. Так что, сейчас заспевает еще одна бородата людина, которая спевает непонятные вещи. И это не наш батюшка. Пане Дзидзо! А мы пока накрываем наш стиль, давай заспевай, и потом повернуйся. Идем, идем. Новости прогресса. Израильский робот-пылесос может нанимать на работу более дешевые роботы-пылесосы, и сам в это время улететь в отпуск. Да, а японский умный унитаз не только умный, но и грустный, потому что все-таки осознает цель своего существования. Современные технологии не стоят на месте. Так, с целью, чтобы уменьшить очереди в супермаркетах, были созданы кассы самообслуживания. Но иногда при использовании таких аппаратов все же возникают трудности. Смотрим. Так, так. Куда? Так. Куда здесь это? Что тут? Блин. Где? Где? Пикай давай ты. Ты пикать будешь или нет? Сейчас. Алло. Неудобно говорить. Я пикаю. Ну на кассе говорю, стою, пытаюсь попикать. Перезвоню позже тебе. Ты будешь пикать или нет, блин? Пик. О, наконец-то. Положите товар в корзину. Ага. Положите товар в корзину. Не понял. Положите товар в корзину. Да положил же ж. Товар в корзине. Отсутствует. Положите товар в корзину. Положите товар в корзину. Положите товар в корзину. На, на, на. Заберите товар с корзины. Заберите товар с корзины. Да забрал уже. Положите товар в корзину. Товар в корзине. Продолжите покупки. О, так, чё тут? Петрушка. Взвесьте товар. Вот весы, вот. Взвесьте товар. Блин, да взвесил же уже. Взвесьте товар. Ну что, тебе веса не хватает? На, на, на. Товар взвешен. Слава богу. Петрушка. 76 килограмм. 19 тысяч 700 гривен. Какой 19 тысяч? Отмена. Нажмите отмена. Где? Нажимать где? Нажмите отмена. Да заткнись ты. Нажимать где? Нажмите отмена. Так, блин, где ж у тебя ёлки? Нажмите отмена. Вот, вот, вот отмена. Вот, нет, да, вот. Товар дублирован. К оплате 39 400 гривен. Нет, отмена. Печатать чек. Нет, не печатать. Не печатать чек. Не печатать, отмена. Связаться с мерчендайзером. Пошёл он нахрен, отмена. Вызвать администратора. Не надо, хотя вызывайте. Соединяю с администратором. Соединяйте. Соединяю. Соединяйте? Соединяйте. Соединяйте. Соединилась? Соединиться. Ну, заединяйте. Ну, соединила. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже можно говорить? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Администратор Виктория, слушаю вас. У вас не работает касса самообслуживания. Как я могу к вам обращаться? Придурок, который вместо того, чтобы пять минут постоять в очереди на обычной кассе, уже полчаса торчит на этой дебильной. Скажите, придурок, который вместо того, чтобы пять минут постоять в очереди... Можно короче? Скажите, придурок, в чем суть вашего обращения? Касса не работает. В каком городе вы находитесь? Киев. Улица? Зои Гайдай. Номер кассы? Два. Заявка принята и будет обработана в течение двух недель. Товар отменен. Фу, слава богу. Продолжите покупки. Алло. Я еще в магазине. Петрушку... Петрушку не купил. Нет петрушки. Ну так нет. Что? Укропа тоже нет. Ну нет, говорю. Ну что я... Я перезвоню тебе. Так, ладно. Продолжите покупки. Сейчас продолжу. Пик. Сыр Эдемский. Да. Пик. Сыр Гауда. Пик. Сыр Российский. Тихо ты. Тихо ты. Что то орешь? Пашихонский. Мой любимый. Пик. Сыр Пашихо. Паша... Пашихо. Паше... Па... Паше... Сыр Пашихо. Пашихонский. Паши... Сыр Сыр Пашихо. Пашихонский. Пашихонский. Возьмите другой. Так, грейпфрукт. Ошибка. Что? Ошибка. Введите название продукта вручную. Так, гр... Грудка. Да какая грудка? Гречка. Да какая гречка, грейпфрукт это? Так, гр... Грейпф... Блин, удалить. Грей... Грейпфрукт... Грейпфрукт... Как он пишется? Грейпфрукт... Большой горький апельсин. Грейпфрут пробил. Слава Богу. Продолжите покупки. Подарок дочке. Да давай пикай ты, ёлки. Поднесите штрих-код. Поднесите штрих-код. Так где тут у тебя штрих-код, блин? Штрих-код это такие чёрные полоски на белом фоне. Да что ты говоришь? Бутылка водки. Докажите, что вам есть 21 год. Как? Докажите, что вам есть 21 год. У меня нет с собой документов. Пройдите тест. Какой тест? Кто поёт эту песню? Это Сан-Франциско, город Беллигийска. Это Сан-Франциско, тысячи армей. Это Сан-Франциско, город Беллигийска. Это Сан-Франциско, Мэйли-Кюрисей. Кармен, Сергей Лемах. Тест на возраст пройден. Положите товар в корзину. Продолжите покупки. Резервативы. Пик. Это Иксель. Размер меньше находится рядом. Так что, вы обалдели совсем, что ли? Меня раздражает ваш голос вообще. Хотите поменять голос? Да, хочу. Могу предложить голос Кличко. Давайте, хоть веселей будет. Добрый день. Здрасте. Пробейте товар. Пик. Что это? Авокадо. Авокадо? Что это? Ладно. Так. Пик. Что это? Лук. Лук? Стрелы брать будете? Так, блин. Верните нормальный голос. Продолжите покупки. Картошка. Пик. Морковка. Пик. Горошек. Пук. Да вы что, совсем обалдели здесь, или что? Кто-то есть в этом магазине? Работник какой-то? Помогите мне. Консультант. Да, 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 да. Добрый вечер. Здрасте. Главный консультант Эдуард. Очень приятно. У вас это автомат дурацкий какой-то, кассета. Да, это есть, это новый аппарат. Да. Сейчас разберемся, все решим, в чем проблема, я, собственно говоря. А где сканируют здесь? Вот здесь. Вот здесь, да. А товар потом куда? Вот сюда. Вот сюда, да. Вы, собственно говоря, сами все знаете. Рад был помочь. До новых встреч. Если что, обращайтесь. Подожди. Продолжите покупки. Нет больше покупок. Все, нету. Пакет брать будете? Нет. Нажмите кнопку «нет». Пакет брать Будете? Да Ничего не нажимайте Хорошо Карта магазина есть? Да, вот У нас не работает Хотите пополнить мобильный? Да давайте пополним уже Пополняю Номер 067 981 1, 5, 9, 2, 3. Это не мой номер. Я знаю, это мой. Пик с ним. Давайте, печатайте чек. А хотя, подождите, я еще сигареты возьму. Пик. Корнишон и две оливочки. Э, ты что напробила? Положите товар в корзину. Я тебе сейчас положу. Субтитры сделал DimaTorzok